Во все века человечество стремилось к совершенству, пытаясь подчеркнуть свою красоту при помощи различных средств. Из столетия в столетие косметика, конечно, видоизменялась, и то, что в современном мире считается примитивным, в разные времена было на пике моды. Родиной косметики можно считать древний Египет. Уже в 4-3 тысячелетии до нашей эры египтяне использовали для подкрашивания бровей разбавленной водой черный уголь. Древние египтяне считали, что яркий макияж это не только красота, но и защита от сглаза и болезней. А вот предшественница современной губной помады появилась во Франции в 17 веке благодаря кардиналу Ришелье. Для него изготавливали мазь для губ с ароматом яблока, отсюда и название помада от французского пом яблоко. Всемирная выставка Экспо в 1883 году представила человечеству завернутую шелковую бумагу помаду в форме карандаша, ну а в тюбике ее стали выпускать с 1915 года, что породило помадный бум, ведь пользоваться такой помадой стало намного удобнее. В 17-18 веках особенно красивой считалась бледная кожа, через которую просвечивают сосуды. Достичь необходимого эффекта позволяли белила, которые изготавливались из цинка или свинца. Красавицы того времени не подозревали о том, что это вредно для здоровья. Поверх белил с помощью кисточки и краски на лице аккуратно прорисовывали вены. Но для того, чтобы скрыть несовершенство кожи использовали мушки. Изготавливались они из черной тофты, бархата или шелка. Недаром искусственная родинка названа как прицельная часть оружия. Мушки разбивали мужские сердца. В это же время на Руси пользовались традиционными средствами. Муку и мил использовали как пудру, свеклу в качестве румян. Выжатый из ягод малины, вишни и дисмородины сок использовали вместо помады. Ну, а уголь или сажа служили в качестве подводки для бровей. А вот тушь для ресниц открытия 20 века. Его изобрел фармацевт Террит Уильямс, основатель компании Maybelline. В то время тушь была сухой и наносилась на ресницы при помощи влажной щеточки. Интересный факт. Для того, чтобы развести тушь без воды, советские женщины просто плевали на красящий брусок туши, растирали и вносили на ресницы. В 21 веке многие женщины и девушки стараются сэкономить время, прибегая к тем процедурам, которые позволяют не наносить макияж ежедневно. Например, татуаж бровей и губ или накладные ресницы. При всем при этом производство косметики не стоит на месте, радуя женщин очередными новинками.